салам алейкум рахматуллахи ва барракатух дорогие друзья мы на продолжаем отвечать на присланные вами вопросы на наш сайт и один из частых вопросов которые вы адресуете нам это касается проекта туран что такое туран почему он возник только сейчас а почему он является частью серьезной политической информационной повестки но мы часто к этой теме обращались но концептуального осмысления не было поэтому попробуем в этот раз если не получится ответить на все вопросы то я думаю иншаллах мы будем подходить к этому вопросу снова и снова так вот туран но вы знаете этимология этого слова восходит еще до до исламского периода по сути говоря так персы называли народ турья то есть народ якобы тьмы на самом деле это были кочевники разноликие кочевники разноэтнические куда входили кстати говоря и часть арийских племен но впоследствии туран стал ассоциироваться с кочевием тюркского происхождения дело в том что сейчас четкого понимания что такое туран ни у кого нет но эту идею этот проект используют все кому не лень и в том числе различные державы их спецслужбы то есть они используют это в своих целях для реализации каких-то своих задач для подстрекательств часто да особенно эту тему любят армяне которые говорят что вот турки с азербайджанцами строит великий туран и скоро скоро после того как они разделаются вот или разделались с карабахом они пойдут дальше на кавказ нападут на россию отберут частью территории где проживает компактно тюркское население то есть по волжья значит алтай якутия ну вот прям вот вплоть до североатлантического океана конечно это все такие дешевые спекуляции рассчитанные на то чтобы пугать обывателя но с другой стороны всевозможные опять-таки службы они это используют пугалки такие да но это конечно не дает нам ответ на вопрос что такой туран здесь надо отметить что по сути говоря проект туран в историческом разрезе в исторической перспективе это проект кочевия это проект кочевия который сейчас актуализировался связи с тем что мы находимся на сломе цивилизационных и технологических культурологических исторических парадигм мы входим в новое время и поэтому старый миропорядок и геополитический экономический мировоззренческий он рушится сыпется на наших глазах и поэтому реально есть потребность в том чтобы обладать новым проектом чтобы люди понимали ради чего они живут им нужен какой-то большой проект понятное дело что большинство людей так называемое молчаливое большинство его ничего не интересует интересует только сытый желудок ну там теплое место под мягким сказать под мягкими тканями ну и собственно говоря какие-то такие услады утехи но есть 20 процентов условно людей если возьмем за основу социологию паре то эти люди являются пассионариями пассионариями духа это тело ума которые не довольствуются лишь материальным достатком которые хотят изменять мир хотят изменить мир на справедливых началах и вот проект туран во многом отвечает этим чая отвечает действительно потому что ничего иного ничего нового не придумано система не может дать ответ она предлагает цифровой диктат об этом мы тоже с вами говорили она предлагает нам нового человека но это новый человек это новый раб по сути говоря который будет заключен в цифровые кандалы потеряет собственную субъектность будет лишен внутреннего духовного начала рухулы и будет лишь терминалом по обслуживанию мировой системы конвейером но вот идея опять-таки туран дело в том что он сопряжен с идеей восхождение духа почему потому что все великие пророки единобожия они были с аварамического начиная периода они были кочевниками которые кочевали которые не зацеплялись за землю это очень важно потому что мы знаем что исторический процесс начался с нисхождение адам алейхиссалам на землю и с убийством каином авеля если один из них был земледелец то второй был кочевник и вот с этого момента начинается историческая драма разрез вот это вот молния про которую говорил тот же хайдегер который проходит и разрезает исторический контекст на две части и стало понятно что вот антагонизм оседлости и кочевия проявился уже здесь на уровне изначального исторического дискурса когда два сына адам алейхиссалам стали участниками вот этой вот мировой исторической драмы и начиная с ибрагим алейхиссалам он по сути говоря закладывает основы вот этого скитальчества мирового кочевия которое призвано нести слово всевышнего в массы то есть заниматься то что называется давать призывом и не только призывом но и обязательно сталкиваться с мировой деспотей тех периодов и бросать им вызов так же как ибраим алейхиссалам сталкивается с ним родом имя которого переводится как богопротивный бросает ему вызов мус алейхиссалам 40 лет водил иудеев по пустыне синая и также бросил вызов повелителю того времени фирауну из алейхиссалам также ходил и проповедовал вел давват известно что после встречи с иоанном которого прозвали потом византийцы крестителем после встречи с ним он 40 дней где-то пропадал это вот это очень важный момент это мини физическое сакральное время 40 лет или 40 дней до в зависимости от обстоятельств но понятно что это некая символическая зарубина которая как бы вторгается в исторический процесс и и наш пророк солила алейхи вассалям тоже знаем был кочевником и также принял скажем вот весь этот на магический дискурс то есть здесь очень важно что кочевие она порывается главным фундаментальным языческим основанием которое связано с поклонением земле вот земля является в языческих архаических традициях наиболее важной фундаментальной схемой поклонения матушка земля гея и так далее если мы возьмем крупнейшие языческие доктрины они все связаны с культом сельского хозяйства поклонение солнцу там сатурнале и римские или греческие там дионисийские культы культы эллипсинских мистерий дельфийских мистерий и так далее они все связаны вот с циклом сельскохозяйственным то есть это привязка к земле и все они являются конечно метрами языческой метафизики но вот пророки кочевники они выступали против этого потому что у них земля мать не выступает главным началом они как бы являются антагонистами вот тогда когда персы еще в шах нам и об этом написали что вот есть народ турья который вторгается в наши цивилизационные поля это как раз об этом кочевья как оппонент как противник цивилизации гнета и цивилизации гордой так сказать сверх нужды скажем так потому что мы знаем что величайшие цивилизации которые были до нас они бросали вызов всевышним их гордыня была такова что они говорили мы достигли таких технологических высот такой мощи такого экономического развития что мы есть сами боги мы есть как бы сакральное начало однако приходили кочевники и указывали им на то что все приходящее и всевышний не прощает такого вызова давайте вспомним хадис пророк саласалям о том что к концу времен бедуины кочевники будут соревноваться в строительстве крупных зданий то что мы сейчас видим бурдж-халифа в дубаях до крупные самые высокое здание в мире арабы смысле саудовцы имеет проект по построению здания высотой в тысячи метров то есть вот кочевники предали принципы начинают строить вот эту вот вавилонскую башню то есть все исходит из того что кочевия того времени она архетипически конечно должно перескакивать и к нам но сейчас мы конечно прямом смысле не кочевники но кочевия подразумевает то что мы не связаны корневищем с пространством которое является пространством культа языческого мы не поклоняемся земле мы не поклоняемся предкам мы поклоняемся всевышним всевышним и в этом смысле наши кочеви это внутренняя динамика политического проекта которая реализуется везде где вы не были то есть это по сути говоря рыцари воины духа и света которые могут проявлять себя и могут реализовывать себя где угодно в любых обстоятельствах это и есть кочевия то есть они пригодны или скажем так не чувствует никаких нужд в любых обстоятельств снег холод жара зной дождь кочевники могли на себе перенести любые невзгоды потому что они были готовы к всему ибо у них была цель и собственно говоря поэтому большая часть тюрок приняли ислам потому что этот воинский завет он соответствовал их духу духу борьбы сопротивления и подлинного служения но сейчас что интересно возвращаясь на наши так сказать временные позиции надо отметить что туран по сути говоря как вот проект он является неким чаянием людей мусульман которые хотят объединиться хотят некого политического понимания того что делать в условиях когда старый миропорядок рушится когда открывается возможность и поэтому в в туре в народ турана в народ кочевия кочевия духа прежде всего конечно включается и кавказ и где-то балканы хотя они не являются тюркоязычными но это уже не важно это должно быть преодолено посмотрите чеченцы стали нации политической только после того как они рассеялись так же как и до этого палестинцы филистимы филистимляне стали политической нации после того как они стали нации рассеяния так же как и стали ей до этого ехуды евреи когда они испытали рассеяние которое у них называется алут да и в этом рассеянии в этой трудности в этом кочевии политическом они обрели субъектность настоящую стали фактором международной политики ей являются чеченцы ей являются кавказцы я являются палестинцы ей отчасти сейчас являются и тюрки понять папа нужде потому что возвращение карабаха усилиями турции азербайджана это конечно серьезный символический знак к возвращению на международную арену но конечно нельзя забывать тот факт что любая проектность прежде всего диктует необходимость интеллектуального вызревания интеллектуального метода метода который позволяет описывать реальность и формулировать ее в политических терминах прежде всего вне политической констатации вне политического понимания проект невозможен да культурологический аспект но культура не способна давать власть как бы там нас постмодернисты не убеждали в этом настоящая политика она всегда является частью проектности мега проекта и в этом смысле конечно ислам есть мега проект это проект конца времен потому что он говорит о глубинных фундаментальных вещах и эти вещи они санкционированы самого верха они санкционированы всевышним субъектом непознаваемым но он раскрывается нам виде арсаля откровения которое говорит о том что вот вы откройте куран вы откройте инжиль вы откройте таврят и увидите что там присутствуют люди кочеви каумы племена которые несли да вот как всевышний заключил завет как называется в рил с я худами и они должны были нести свет единобожия людям и они были рассеяны то есть они по всему ну тогдашнему реалу обитания кочевали и сталкивались с трудностями жаловались но это была их сверх задача они с ней не справились они с ней не справились и всевышний проклял их потому что кочеве это весь большая ответственность кочевать это не значит перемещаться одного места в другое это означает брать на себя серьезную миссию и выполнять эту миссию невзирая ни на что невзирая на сложности трудности притеснения угнетения и так далее недаром что кочевники являются но скажем так носителями понимание реальности потому что для них реальность она не заключена в одном месте она не локализирована они не знают границ потому что границы они стирают границы горизонт это там где они вот там где они останавливаются там останавливается горизонт а это сверх идея по сути говоря это говорит о том что ты являешься усмирителем и преобразователем этой геометрии пространства это величайшее на самом деле ощущение которую несут на себе только воины которые заключают завет всевышним и единственная преграда на их пути является смерть который не является для них трагедией а является отчасти некой высочайшей наградой поэтому конечно говоря о туране мы не можем не отметить что проект кочевия политического кочевия он противостоит проекту гнета мирового который символизирован был тогда персами которые бы принесли вот за растризм и огнепоклонство о чем кстати говоря сказано в куране маджуси это есть огнепоклонники маджи маджи это жрецы огня жрецы огня вот жрецы и являются оппонентами воинов-кочевников а еще полюсом сопротивления турана скажем политического турана является конечно китайцы китай это почти 5000 летняя бюрократическая система которая более 2000 лет противостоит кочевию великая китайская стена была построена против кочевников против манджуров тюрков гунов других северных кочующих племен многочисленных и против монгол и они достаточно успешно переваривали почему потому что большей частью у кочевников не было политического дискурса собственного и поэтому цивилизация гнета цивилизация обмана этим активно пользовалась и в течение двух поколений китайцы переваривали любую власть любой любых захват его захватчиков они переварили так тюрка монголов с их династии мин они перевали переварили манджуров вот они смогли противостоять гуннам и так далее сейчас они притесняют всяческий уйгуров уйгура является частью политического турана большого да и и как бы восточный окраин и и восточной каймой и естественно конечно уйгура должны быть вписаны в этот глобальный проект противостояния миру сопротивления гнета и тирании международной по-другому никак и другого выхода другой возможности спасти их нет только сверх проект может противостоять проекту китая этот титан мировой который является лидером мировой тирании то есть его специально так сказать выкатывают такого колесницы как у индусов мушриков и джиггернаут огромная колесница который дает вот китай является таким джиггернаутом джиггернаутом который должен давить мусульман начиная с уйгурустана идя дальше на запад афганистан пакистан исламывать поэтому конечно и возникает этот проект указается турции здесь как бы очень много переплетений поэтому мне приходится с одной скажем ветки на другую перескакивать турция конечно она является в этом смысле здесь в этом проекте одним из лидеров потому что она может сформулировать на основе политического ислама у нее есть ресурсы у нее нет нету точного понимания что делать потому что вот есть хорошая книжка зера ванда я его эту книгу цитировал этого автора она издана в тридцатом году в париже есть там предисловие модель штама это с высокопоставленный сотрудник министерства иностранных дел то говорит что идея турана она как бы не выражена она не сформулирована есть идея пан туранизма туранизма пан тюркизма извиняюсь но они являются как бы такими очень специфически виртуальными и являются основой для таких интеллигентских бесед на самом деле но как проект реально он не существует он говорит поэтому эти пугалки о том что вот есть некий туран значит туранисты которые сейчас поведут и захватят пол евразии он говорит на самом деле пустые слова поэтому сейчас у турков нету внимание что и такое но они прекрасно понимают что в условиях когда глобальный миропорядок крошится если ты хочешь войти в новую эпоху на правах одного из лидеров и на правах субъекта политики международной большой политики то ты должен выйти своим проект иначе никак иначе ты будешь страной объектом даже не страной третьего порядка какой является сейчас китай россия и турция а страной объектом страна который не является субъектом большой политики от которой ничего не зависит бельгий какая-нибудь лаос не знаю кодевуар или кабу верды куда сослали послом небезызвестную поклонскую здесь поэтому турки например предлагают тюркским среднеазиатским странам свою модель вот консолидированного присутствия то есть свой проект они говорят вот сейчас все вся система ломается но мы можем выстроить свою интегральную а схему свой интегральный проект и каким-то образом не затеряться в истории не затеряться вот в ситуации большого кризиса пока что этот проект носят как бы культурологический характер но вот пример азербайджана вот это вот тандем азербайджан и турция которые решили вопрос карабахом несмотря на то что он казался нерешаемым несмотря на то что на стороне армении и международного армянства выступала франция и соединенные штаты этот вопрос решился то здесь есть как бы политика военная основа но опять-таки она не так выражена не так артикулирована нету большого понимания потому что опять-таки большой проект не обход большой проект необходимо осмыслить и вот трансформировать его в в некую метафизическую данность то есть он сначала должен выступать как некая фандесма фандесмагория как как нереализуемость изначально всякий большой проект начинается как нереализуемость как вот построение мирового коммунизма когда там маркс какой-нибудь об этом сказал ну мало кто там всерьез это воспринял но к середине 20 века мы видели что мир был поделен руб там практически на две части между системой кап стран капиталистических стран и так называемых коммунистических увидели как ислам пришел в мир и практически пол тогдашнего мира были потеню ислама хотя изначальный импульс он был очень небольшой да как big bang как большой взрыв вот поэтому здесь то же самое и я бы хотел особо подчеркнуть что туран это не проект сугубо тюркский это проект мирового кочевия против проекта мировой системы угнетения подавления цифрового контроля и не тоталитаризма пока он не оформлен пока он баражирует в виде идей чаяний желаний но действительно есть ощущение что должен возникнуть какой-то политический проект должен или воссоздаться или пересобраться или должен стать новым чем-то и поэтому возникают такие идеи я считаю что такие дискуссии нужны и полезны потому что сначала идет слово слово формулирует мысль мысль формулирует проект да она ее обосновывает а уже проект обосновывает действие не бывает действие без мысли не бывает мысли без осознанности и в этом смысле конечно наша задача это стать интеллектуальным авангардом нового времени